Сегодня направляемся в отель 21 Hotel и посмотрим, что там интересного. Начнем, конечно же, с лофи. И заходим. Нас встречает зона для отдыха. Вот такое интересное пространство, можно использовать для фотографий. И сам ресепшн. И свободная зеленая зона, где можно погулять и отдохнуть. Вот такая приятная зеленая зона со столиками, где вы можете отдохнуть, что-то перекусить. Или даже оставить свои велосипеды, как это сделали туристы. Это внутренний двор. Здесь вас ничего не побеспокоит. И смотрите, здесь даже растут гранаты. Смотрите, какая красота. Это сам отель. И давайте с вами отправимся изучать его номера. И сейчас посмотрим первый номер. Он достаточно большой. Он считается больше, чем стандартный. Здесь все выполнено в приятных зеленых оттенках. Просто огромная кровать. Определенно king size. Просто невероятная. Также здесь есть вот такое красивое зеркало прямо напротив кровати. Небольшой шкаф для вещей. Все необходимое для того, чтобы немного передохнуть. И этот номер находится на втором этаже. На втором этаже есть балконы. И можно выйти посмотреть на вид. Отсюда видно горы. Видно даже самый главный храм немного. И вот такая красота. Давайте вернемся и заглянем в ванную. Весь, в принципе, отель и все номера выполнены в приятных оттенках. Без чего-то броского, но с интересными деталями. Например, вот такой пол. И вот такая ванная. Достаточно чистая. Не очень большая. Но есть все необходимое, что может понадобиться. Здесь также душевая кабина. Большая и комфортная. Смотрите, можно разные настройки применять. Все. Выполнены в таком минималистичном дизайне. Немножко стильного. Очень приятная атмосфера. Успокаивающая. И пойдем смотрим и другие типы номеров. Итак, мы уже в новом номере. Это люкс. Это самый большой номер. Также здесь огромный телевизор. Большой шкаф для ваших вещей. И еще один телевизор. И огромная кровать. Также здесь прослеживаются нежные зеленые, оранжевые оттенки. Моменты дерева. Стиль немножко лофт. Здесь, посмотрите, совсем кирпич. Совсем под стиль лофт. Перед кроватью огромные окна. И это балкон. Опять же, второй этаж. И можем идти посмотреть. Здесь видно коры. Смотрите, отсюда даже будет видно. Мать Грузию. Памятник. Ботанический сад. Крепость Нарикала. И будет видно сам Лейба. Также немного. И зеленые территории. Здесь большие окна. И еще один балкон. Уже напрямую с видом на горы. На Мать Грузию. На Рикала. И на даже видом Тацмин. В общем, очень много достопримечательностей у вас прямо на балконе. Очень удобно. Заглянем в ванную. Что там может быть такого интересного? И здесь у нас, смотрите, две раздельные раковины. Вся необходимая косметика. Также нас встречает ванная внутри. И душевая кабина. В общем, есть и то, и другое. Обязательно есть зубные щетки. Все необходимые баночки. Чистые полотенца. Да, и в целом номера очень чистые. И создают приятное ощущение свежести. Какой-то легкости. Наверное, из-за вот таких цветов. Давайте смотреть дальше. Итак, мы уже в новом номере. Здесь кровать просто гигантская. Это тут king size, еще больше, чтобы было максимально комфортно. Опять же, прослеживаются все приятные оттенки. Спокойный, немножко осенний, зеленый, красный, оранжевый. Есть небольшая зона с диваном, где вы можете отдохнуть. И креслом. И здесь большие окна светлые. И сам номер не очень большой, но в целом очень комфортный и уютный. Есть место, где вы можете оставить свои вещи, где отдохнуть. И, разумеется, ванная комната. Ванная комната также небольшая, но совсем необходима. Со всей косметикой, феном, раковинами. И вот такой вот душевой кабиной. Не очень большой. В целом номер очень приятный. Есть зеркала, есть много света, что для многих станет большим плюсом. И приятная очень атмосфера. Во всех номерах также есть тапочки, халаты, дополнительные подушки. Или, если у вас чего-то нет, то можете обратиться по поводу этого на ресепшен. Вам обязательно помогут. Везде есть телефоны. Можно позвонить. И сделать немножко отдых свой комфортней. И сейчас мы уже находимся в стандартном номере. Он не очень большой, но очень светлый и комфортный. Как уже здесь водится, огромная кровать. Есть зеркала сбоку. Небольшие тумбочки, светильники. Все, что необходимо. Разумеется, шкаф для ваших вещей. Также есть сейф, которым можно воспользоваться. И мини-бар. Здесь есть совсем маленький-маленький балкончик. Но просто посмотрите на этот невероятный вид. Напоминаю, что номер стандартный. А у вас открывается вид просто на все достопримечательности, которые можно посмотреть в Телисии. Это Дацминда, это мать Грузия. Там же крепость Нарикала, ботанический сад. Просто невероятный вид. Ну и, разумеется, природа и сам Телисия. Вот такая красота. Ну давайте посмотрим, что еще нас ожидает внутри. И точнее, заглянем в ванную. В ванной у нас все по стандарту. Есть небольшая раковина, необходимая косметика, чистые полотенца и, соответственно, уже дуржевая. Вот таким удобством выглядит дуржевая. Здесь смотрим и все необходимое. И в номерах не курят. Ну, разумеется, думаю, на том маленьком балкончике можно. На нулевом этаже расположен ресторан. Спускаемся на лифте и по стрелочке продвигаемся сюда. В этом отеле есть только завтраки. Сейчас уже, конечно, им не время. Но здесь вот все заставлено. И у вас есть возможность выбрать любую комфортную зону, расположиться. Есть также стульчики для детей, если вы с ними путешествуете. И можно спокойно, комфортно здесь отдохнуть, поесть. Вот в такой приятной атмосфере. Дизайн абсолютно выдержан, как во всем отеле. Все те же самые приятные цвета, которые нас с вами сопровождали. Зеленые, оранжевые. И посмотрите, вот здесь какая интересная стена с дизайном, с бутылками вина. Вот такая деталь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА